Музыка Хочу вам рассказать о ситуации, которая произошла с нами здесь, рядом с парком Жозани Форест. Мы ехали на паже с Кивенга и увидели надпись, что это Жозани Форест. Мы остановились, мы видели знак слева о том, что остановка запрещена и фото запрещено. Поэтому мы дали напротив и заехали вот такую вот грунтовую дорожку, недалеко метров 15 от дороги. У нас пропал интернет и нужно было уточнить путь, правильно ли мы едем. Мы подумали, что надо будет ехать через парк. Накануне мы смотрели карту, что там вроде проходит через парк дорога. Решили уточнить, интернет пропал, он тут временно иногда пропадает. Остановились, я вышел, начал телефоном искать здесь интернет. Пока я искал интернет, подъехало два мотоциклиста резко. И начали устанавливать этот башмак на колесо. Я стал спрашивать их, что происходит и зачем вы это делаете. Естественно, здесь трогать никого на острове руками ни в коем случае нельзя, потому что вы в другой стране. И тут другие законы, другие уставы. И естественно, они будут работать против вас. Ну, они установили и начинают мне говорить о том, что это парк, парк, парк. Я говорю, ну, парк вон там, напротив. Вот там написано, парк, через 300 метров ваш офис и все остальное. Я еду на ПАЖе своим друзьям. У меня пропал интернет, но они ничего не понимают. Хотя я пытался на английском языке так более-менее высказать. Но мы были первые утренние жертвы, так как мы ехали достаточно рано. И, видимо, парк еще не работал или только начал работать. И нужно было заработать деньги на нас. Ну, и они говорят, мы вели долгую беседу о том, что зачем мы это сделали, что происходит. Они сказали, мы типа с национального парка. И вообще мы подумали, что это бандиты, честно говоря, для начала. Тем более наканули, начитали себя ужастиков про то, как тут раздевают туристов, таксисты. Потом проезжала машина и говорит, что надо пойти на ресепшн решать этот вопрос. Что, в общем-то, я и сделал. Пошел на ресепшн, стал решать этот вопрос. И мне начинают декларировать о том, что я заехал незаконно в национальный парк. Я говорю, национальный парк с левой стороны. Я заехал на обочину справа. Национального парка здесь никого нет. Он пошел со мной с офиса сюда. И показывает указатель тот же, что я и видел по дороге, что слева надо ехать медленно, нельзя фотографироваться, нельзя останавливаться. Указатель с левой стороны на ресепшн создание форест-парка. Я говорю, а где какая-то информация о том, что справа нельзя вставать? А это тоже парк. Ну, он так для себя решил, что вся территория здесь это парк. И тут ни в коем случае нигде останавливаться нельзя. Я говорю, это бред, а если сломалась машина? И что теперь? Ну, у вас сломалась машина? Я говорю, у меня машина не сломалась, но у меня интернета нету. Сломался интернет, я не знаю, куда дальше ехать. И выяснял этот вопрос. Но это его не убедило. Он начал мне доказывать, что я должен заплатить десятикратную стоимость билета. Стоимость билета 12 долларов. Значит, я должен за человека заплатить 120 долларов. Ну и за свою жену тоже 120 долларов. Так как нас было двое, получается, 240 долларов нас требует штрафа за 5-минутную остановку по дороге, по острову, даже не попадая на территорию Джозани Фореста. 300 метров от этого парка, от их офиса. Чтобы было понятно, вот там парк, оттуда выезжают люди. А мы остановились напротив. Мы специально не поехали на территорию парка, чтобы у нас сегодня в планы не входило посещение Джозани Фореста. Поэтому мы проканулись вот рядышком со всем. Вот идет основная дорога, сейчас машина Дамеев, которая соединяет города. Он нам объясняет, что вот эта улочка, это тоже территория Джозани парка. Хотя никаких указателей, шламбаума, ничего нет. Туда платный заезд, что сюда платный вход. Ничего, что здесь no parking, никаких знаков нет. Вообще ничего нет. Просто обочина правой части дороги. Небольшая грунтовая дорога, ведущая куда-то к чащу. Самое главное здесь, дорога здесь очень узкая. И очень активное движение. Поэтому мы и сделали этот съезд сюда. Остановиться на дороге, это безумие здесь в Занзибаре. Так как они ездят не лучше, чем эти обезьяны здесь прыгают. Поэтому это очень-очень рискованно. Поэтому мы съехали этих 10 метров бы эту дорогу. И вот уже прошло полдня. Уже 2 часа дня. Это произошло где-то в районе 9 утра. Все, ведем разговоры. Мы объясняем, что у нас нет столько денег с собой. Их действительно у нас столько нет. У нас есть 100 тысяч, это около 50 долларов. 100 тысяч их шиллингов. И мы предлагаем, ладно, мы вам отдадим все деньги. В крайнем случае мы возьмем деньги у друзей, к которым мы едем на ПЖ. Ну, извините, наш засранцев. Мы не знали, что у вас национальный парк весь в Занзибар. И где бы я ни становился, я должен платить. Ну, так образно. Ну, нет, они стали в позу. Типа, что они нас предупреждали, что мы тут снимали. Мой поиск интернета, они типа выдали за то, что я тут снимал обезьянку, которых мы тут еще не видели. А вот, кстати, обезьяну. Которую мы тоже еще не видели. За 200 долларов посмотрим на обезьяну. Да, вот обезьянка за 200 долларов. Попросили наших друзей, у которых мы брали машину, чтобы они привезли эти 200 долларов нам. Надеюсь, они к концу дня их привезут. Ну, или будет какая-то другая история решения этого вопроса. Не знаю, я, конечно, бы поменял бы бозапаску. И выкинул бы это даже колесо вместе с этим башмаком. Или бы отвез, или спилил бы потом. Это как вариант. Ну, все-таки хочется быть белым человеком и не решать вопросы таким жестким способом. Хотя, как правило, говорят как с тобою, так и ты. Но мы не живем по этим правилам. Поэтому мы все-таки надеемся, что друзья привезут деньги. И мы как-то договоримся или заплатим полную стоимость этого штрафа, потому что они хотят полмиллиона этих шиллингов. Или как-то будем разрешать этот вопрос. Но самое интересное, что после нас, всем людям, которые сюда заворачивали, сюда заворачивали очень много, и те, которые ехали в парк, и те, которые просто случайно съезжали в туалет ходить, всем почему-то говорили, тут парк, парк, ехать нельзя. Я спрашиваю, почему мне никто ничего не сказал? Почему вы подъехали как бандиты и ставите мне эту металлическую штуку? Почему мне не сказали 10 метров от дороги, что здесь национальный парк, и я бы завелся, уехал бы 200 метров там позже, или когда бы где-то там дальше, наверное, не знаю, через 10 километров бы стал бы, и начал бы искать интернет, а может быть он бы и появился, в общем-то. Пойдемте, я вам покажу все-таки весь план этой ситуации на месте. Почему? Потому что наверняка люди, не знающие язык местный, да и английский, они очень плохо все говорят, будут попадать в эту ситуацию. Поэтому, чтобы вы не попали, мы очень много читали про это факт, но, к сожалению, ничего подобного, об этом нигде ничего не написано. Видимо, либо людям везло, а нам не повезло. Так вот, чтобы не повезло всем остальным, я еще раз хочу объяснить ситуацию. Мы едем шеймером на юг. Тут левостороннее движение, соответственно, там 200 метров где-то до этого поворота был указатель, что ноу-фото, словли, и что мы, в принципе, и делали. Доехали, увидели, потом, когда мы остановились напротив, мы увидели, что парк, и поняли, что перекрываем дорогу, но стали машины туда заезжать, и мы им стали мешать, поэтому мы переехали на эту сторону. Вот прямо напротив этой дороги, вот этот заездик, в этот лесок. То где это все и произошло? Учтите, что если вы едете с севера или там центральной части страны, в сторону юга, Паже, там, или Жамбиане, то знайте, что когда вы проезжаете территорию национального парка, останавливаться нигде нельзя, потому что где бы вы ни остановились, вам заблокируют колеса, и потом будут требовать 240 долларов, или сколько там, 500 этих тысяч. Бриллиантовый паркинг. И он получается для вас бриллиант. Самое же интересное, говорят, вам нужно было в парк заехать и заплатить 10 долларов, тогда вы бы мне платили штраф. Я говорю, я вообще-то в парк не ехал, я еду в совсем другое место, и парк на сегодняшний день меня не интересует. Ну, это они в довод не берут, поэтому у них своя программа, говорится, отбери у белого, вот они и отбирают. Судиться здесь, или что-то добиваться правды, практически нереально. Очень-очень коррумпированная страна, притом на всех уровнях. Все хотят деньги, ни за что, за воздух. Так что учтите эту нашу ошибку. Ни в коем случае не останавливайтесь в районе этого парка, так как будете иметь огромную проблему. Тут полиция есть недалеко, и, естественно, она ничем нам помочь не может. Если мы даже сейчас обретимся к ней, то вы сами понимаете, что они просто войдут в оркестр. Они начнут нас пугать тюрьмой, и так далее. Кстати, там было указано в пресс-куранте, что вы должны заплатить либо 240 долларов штрафа, либо... Или три месяца тюрьмы за то, что вы остановились поискать интернет. Ну, ничего вы не докажете, если даже вы пойдете в суд и возьмете самого-самого дорогого адвоката. Вам либо надо будет заплатить и адвокату, и всем судьям, и президенту, и этот парк вам выйдет вообще в миллион долларов. Или просто суд встанет на сторону парка, это однозначно. Поэтому мы в полицию даже не идем. Ждем вечера, ждем приезда наших друзей, которые привезут нам деньги, и будем пытаться разрешать этот вопрос. О дальнейших событиях, которые будут на этом месте разворачиваться, будем показывать дальше. Да, все, что здесь будет происходить, мы снимем и вам покажем. Вот, в принципе, вот такой ресит нам дали после уплаты штрафа. Пенальти. Пенальти на каждого человека составляет десятикратное пребывание в парке. То есть, если 12 долларов стоит билет, значит, вы должны заплатить 120 долларов на каждого человека. Вот тут 400, и тут еще, наверное, что-то еще. Какие-то... Тут еще 100. 100 тысяч, да, еще тут 100 тысяч. Итого 500. Да. Мы снимаем этот чек, чтобы все-таки подтвердить, что наши слова не голословные, что это действительно так было на самом деле. Я обещал рассказать вам продолжение о вчерашней истории. Сегодня мы утром снова в парке, так как нам выдали билеты посещения на следующий день. И мы решили все-таки рассказать о проблемах, с которыми столкнулись и другие посетители самостоятельные этого парка. Посмотрите на эту дорогу, которая ведется с основной дороги в парк. Это основной фронтальный заезд. Если вы остановитесь на этой дороге и выйдете пофотографировать обезьян, то вас заблокируют и потребуют 120 долларов с каждого человека штрафом. Если вы даже приедете на этот парк, вот здесь, где останавливаются группы или частные машины, в частности, мы тут стоим, и не зайдете, не зарегистрируетесь на ресепшене, не купите билеты, не получите вида, то вам тоже заблокируют колесо и потребуют штраф 120 долларов за человек. Несмотря на то, что вы стоите на паркнике. Все нужно делать только через ресепшен. Не так сразу можно найти, но указатели на английском языке, как правило, приводят к ресепшену. Так что не повторяйте ошибки наши и тех вчерашних двух людей, которые один из них остановился на этой дороге, и другой остановился на парковке. Вышли посмотреть, пофотографировать обезьян и получили очень внушительные штрафы, так как семьи у них были большие, 4-5 человек. Вот умножите эту сумму на 120 долларов, вы получите сумму штрафа. На компромиссы они не идут, это является на сегодняшний день для них основной вид заработка. Как правило, попадаются русскоязычные туристы, которые не сильно владеют английским языком или вообще этой информацией думы, и зарубежные тоже, попадая в такую же беду. Учтите это. На этом история наша заканчивается по поводу нашей остановки вчера на одну минуту для поиска ознакомления карты дальнейшей нашей дороги. К сожалению, нам пришлось заплатить 240 долларов вчера, а сегодня получить билет бесплатный для посещения этого парка. Про парк мы снимем отдельный фильм, потому что он все-таки достоин отдельного внимания. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ